Дорогие мои друзья, здравствуйте! Я давно обещала рассказать и показать свои журналы, свою коллекцию журналов, глянцевых журналов, женских. В основном здесь журналы L, потому что я люблю L. И они начали собираться годов с 2003-го, пожалуй. Но вообще самый старый журнал, который я когда-то купила сама, 95-го, кажется, года. Но сейчас увидим. Итак, где я храню свои эти журналы? После ремонта нашлось для них место вот в этом столе, вот в нижних тумбах, вот здесь вот, и вот здесь. И сейчас давайте заглянем туда. Если вам интересно, пожалуйста, ныряйте вместе с собой. Итак, вот журналы заполнили абсолютно все пространство этих тумб. Так, начнем, наверное, с этого ящика. Так, вот интересный экземпляр. Архитект... Ой, как это по-английски читается? Короче, архитектурный дайджест. Самые красивые дома в мире. Ну, интересен он тем, что вообще содержанием. Любой такой журнал мне нравится листать. Интерьерный дизайнерский журнал. Примечателен он тем, что мы начали покупать такие журналы, когда мой сын стал учиться на дизайнера. Космополитен Казахстан 2007. Не знаю, вообще казахстанские номера мне нравятся меньше. Опять же, казахстанский декабрь 2007. Кто здесь? Диана Крюгер. Здесь Джессика Бель. Вот интересный номер. Ну, интересная модель на обложке. Наоми Кэмпелл в декабрь 2008. Когда она стала миссис Доронина. Июль 2009. Летний номер. Как вы видите, Алсу на обложке. Сентябрь 2007. Здесь мне какая-то закладка положена. Джей Кью. Хотела я заинтересовать, подсадить на гляне своих пацанов. Ну, просто вот здесь стоит. Видите, ценник вот. Просто в нашем супермаркете вдруг появилась витрина с глянцем. Которая недолго там просуществовала. Ну, интересный номер. То, как гляне страктуют мужчины. Тоже интересно. Официэль. Ле официэль. Это Россия. Так, какой-то год. Не вижу. Сентябрь 2008. Тоже, по-моему, в супермаркете я покупала. Боже мой, какие же они тяжелые. Вот не дай мне Бог переезжать с такой коллекции. И придется ее все оставить. Ну, я не согласна в цифровом виде все это. Не знаю, чем менять. Вот не поменяла бы я бумажные варианты на цифровые. Но вот отдавать такой огромный вес вот таким инсталляциям. Я просто считаю переводом бумаги. Вы смотрите, за что платят рекламодатели. Нет, мне очень не нравится этим грешит Волк. Да и Эль тоже в какое-то определенное время пошла мода на такие фотографии. Когда представляли моду, платье представляли. Такими фотографиями. Вот такими. То есть вообще ни о чем. Здесь только можно как бы оценить то, как фотограф видит. Но на месте производителей, на месте дизайнеров одежды я бы была возмущена. И чтобы вы не думали, что это просто, вот фотоискусство здесь демонстрируется, я прочитаю. Это показано платье из шерсти, фэнди, туфли Джилл Сандер. Ну и вот в таком духе, слава богу, сейчас, по-моему, все-таки редакторы глянца пошли другим путем. Вот очень интересная фотосессия. Белые и пушистые. Проект той истории. Олег Доу, Бэтмен. Очень такие милые фотографии. Но немножко жутковатые. Это Бэтмен, это Бэмби, как вы понимаете, глазами фотохудожника. Это Зора, это Чебурашка. Вот этому ребеночку несколько месяцев или годик. Вот такую модель использовал художник. Пиноккио, Микки. Вот так вот использовал детский труд. Так, продолжаем. Сюда попался Шопенкоу. Улан-Удэнский. Шопенкоу. Июль, номер 7, 2012 год. Полистаем этот образец. Старый Шанхай. Супер-лето с кафе. Что такое мейкап-уроки? Так, покажу главного редактора. Улан-Удэнского Шопенкоу. Вот она. Так, что еще? Здесь есть интересного. Улан-Удэнские модели. Показывают одежду, которую можно приобрести в Улан-Удэне. Кстати говоря, я все хотела вот это пальтишко от Киры Пластининой приобрести. Ходила, смотрела на него. Оно было уже на сейле. Я ждала, когда цена снизится. Но мне сказали, что это пальтишко одно осталось. Вряд ли оно будет еще уценено. Но, в общем, я, короче, не дождалась, уехала. Что-то вот бывает такая. Мини. Декабрь 2005. Перис Хилтон. Ну, мини какой-то слишком. Так, это что? Даже не знаю. Это, наверное... Наверное, это гламур. Ну, гламур мне нравится больше. Но вообще такой малоформатный. Так, Космополитен Казахстан. Октябрь. Мне нравится только ценой тем, что он практически тот же объем имеет по информативности. Это кто? Гринет Пелтру я засомневалась, она ли это. Так. Март 2005. Ну, было бы интересненько. Это Елена Корикова. Что старше выглядит, чем есть на самом деле. Так. Мини один из первых 2002. Ну, тогда еще свеженький журнал. Был интересен, но слишком небольшой объем, слишком мало информации. Мини 2008. Это Лиф Тайлер, оказывается. Похудевшая, видимо. Так. Октябрь 2007. Петра Немкова. Тина. Май 2008. Гламур. Ума. Ноябрь 2006. Цена уже рекомендованная. 220. На предыдущих экземплярах 200 рекомендованная. Гламур 2006. Няня. Вот еще малоформатный. Рекламный буклет от Манго. Какого-то года. Ну, М5. Где-то так. Космополитен 2007. Казахстан. Гламур. 2006. Это. Эва. Мендес. Ева Мендес. Декабрь 2008. О. Джессика Альба. С челкой. Июнь 2007. Летний номер. Очень солнечная такая обложка. Кира Найтли. Нет, это не Кири. Здесь написано Кира Найтли. Так. А кто на обложке? Ну, бог с ней. Февраль 2009. Январь 2009. Январь 2009. Январь 2009. Стараюсь покупать всегда в бумажном варианте. Ради астропрогноза. Как ее там зовут? Боже мой. Гвен Стефани. Апрель 2007. Кажется, здесь есть интервью с моим любимым. Ну, не написано. Фью Гранта. Но, кажется, там нету. Так, январь 2007 на обложке, как ее там, Кайли Миног после операции мастектомии. Ну, короче, и удалили грудь. Так, вот двойной номер Волга, где вот такой наборчик из двух. И в одном журнале просто аппарат моделей. Вот эти мелкие-мелкие изображения. И это не случайно, потому что вот каждая страничка вот так вот. Ну, такой подарок сделали к Новому году. Нет, не к Новому. Сентябрьский номер. На обложке какая-то модель с именем Саши. Забыла я ее фамилию. 12 мужчин и одна Земфира. Ради Земфиры имело смысл купить здесь Науми Кэмпбелл. Кэмпбелл Доронина. Так. Так, я помню, что этот номер мне ничем не дорог. Ой, это тоже интересно. Как ее, боже мой. Хайди Клум. И со своим новым, а может и не новым тогда, мужем. Ну, то есть модель выбрала себе черного Геркулеса в мужья. Ну, это, кажется, не первый ее муж. Так, это июнь 2008. Интересно почитать. Понравилась мне эта статья. Запомнил, боже мой. Думала, несколько журналов. Все-таки это один. Скарлетт Йоханссон. Октябрь 2008. Декабрь 2006. Кто здесь? Катя Гусева. Обожаю. Джордж Клуни отвечает на все вопросы. Мне почему-то эта статья не запомнилась. Как ее там? Давай, пойдем туда. Давай, пойдем сюда. Жанна Фриске. А, 2006. Космополис. Здесь более старые журналы лежат. Январь 2008. На обложке. Кто это? Кто это? Не вижу. Инварь 2004. Но, в отличие от Эль, гороскоп Космополит не публикует в 12-м декабрьском. Декабрьском предстоящий год. ой, повредился журнал. Чем его повредили? Был целый. Март 2003. Мне не нравится это тетенько, поэтому этот журнал не очень нравится. Звездный номер. Кэмерон Диас, Николь Кидман, Джон Малкович, Сьюзен Сарандон, Болди Хоун, Элизабет Тейлор. Конечно, было бы интересно почитать, что говорят звезды, говорили звезды в 2003-м. Означенные звезды. Январь 2003-го. Том Хэнкс. Вот, интересно, конечно, почитать эту. Вот, обратите внимание, у этой модели на воротнике сидит собачка, живая. Так, Мэри Клеер. Кажется, это подростковая. Я даже не помню, о чем это я купила, кажется, его в поезде, просто, чтобы что-то почитать. Декабрь 2004. Так, Британи Мерфи. Ноябрь 2004-го. Космополитен. Тоже было бы интересно почитать. Вот здесь, по-моему, голых дядек еще нет. Еще не вели такую моду. А, нет, есть дядьки. Дядьки всегда были. Ну, только они не голые. Ну, и даже не полуголые. Лиза Мой уютный дом. Сентябрь 2008. Тоже к подбору интерьера. Декабрь 2000. Ну, вот это уже, да, уже интересно. Здесь, кстати, заклеена обложечка, потому что она вот такая открывающаяся, с секретиком. Гвинет Пелтроу, Голубина Клинтона, Джон Малкович опять. Джон Малкович такой частый гость журнала Эль. Он с удовольствием дает интервью. Номер 50-й, ну, наверное, в России, да, 50-й номер, юбилейный выпуск. Вот, можно посчитать, с какого года начал свой путь журнал русские. Юля. Как ее там? Забыла. Ну, начало. А, вот на обложке. Добрые советы. Тоже не похожи. Журнал, если в поезде хочется почитать. Так, вот, гороскоп журналы или не гороскоп? Нет, не гороскоп, просто такая реклама, рекламирующая разные косметическую продукцию и красота круглый год. Мэри Клэйр даже не представляла, что это. Мэри Клэйр. Январь 2003-го. Ну, обложки узнали. Так, семейный очаг. Как эту актрису зовут? Я ее называю Алена по какой-то роли, по роли в телевизионном фильме. Не вижу, Елена Дробышева. Понятно. Год 2004-й. Люблю. Вообще, можно домашний очаг покупать, если некуда деть деньги, если хочется купить глянец, но на там Космо, Эль, Волк, это для вас слишком, вам нужны более домашний журналы, то покупайте домашний очаг. Декабрь 2005, на обложке любимая Нами, Кэмэрон Диас. Так, это Космополитен в Казахстане. Эль 2006, январь 2006, это Виктория Бекхем, хотела сказать из этого, из обожаю смотреть. Волк в такой каракулевой кубанке модель. Акиншина, Неронова, Литвиновая и другие. Ну, Волк мне нравится меньше. Как-то ничего даже не запоминаются статьи, не запоминаются. Так, тут компьютерные журналы сына, Интер, Чип, Спешлс, Мобайл Магазин, Кстати, вот смотрите, Антон, забыла его фамилию, Овин по гороскопу, почему-то это запомнилось, Мобильные новости, Мобильные новости, Хакер. А вот здесь вот, в этом оранжевом пакете, работы моей пельмяницы. Ладно, потом покажу, не буду сейчас вытаскивать, потому что там гуашь написана. Она сейчас посыпется, я не хочу лишний раз тревожить. Потом, когда уже буду вывешивать, тогда и посмотрите уже на стенах хорошего ощущения. О, камушки. Как-нибудь сделаю видео о камушках. Ну, в смысле, о поделочных, драгоценных. Такой гид по камням сделаю. поделюсь своими знаниями, которыми сама обладаю. Эльбироскоп 2008. Вот здесь посмотрим, какие инсталляции, как представлены здесь знаки зодиака. Вот так представлены, это телец. Нет, а где же они в журналах представлены, более интересно. А здесь просто показано украшение. это номер проплаченный ювелирами. Узастный макияж. Ноябрь 2008. Михаил Барышников. Не нравится он мне после фильма. Секс в большом городе. Мария Шарапова. Линда Евангелиста. Интересная личность. Мне лично интересная Линда Евангелиста. Константин Хабенский. Хорошо. Вог гороскоп 99. Вот так представлены знаки. Рак. Рыбой. Я рыба. Вот номер. Вог французский 95. 95. Какого года? Сейчас. 91. То есть там мой ребенок был еще ляречкой. Я купила этот журнал. Увидела его на почте. Купила. Он тогда стоил каких-то таких денег. Ну более-менее доступных. Не заоблачная была цена. Хотя конечно дороговато эти мои узнали что я на журнал потратила столько денег они бы меня так поубивали бы немножечко. Вот такие модели 91. Ну тогда вот бум пошел на модели. Тогда было понятие топ-модели было введено. Вот кот подрал мне журналы которые лежали в коробке упакованные. Посмотрите как красиво Estee Lauder реклама Estee Lauder. Ужасно красивый журнал. Так как-то мне надо вам получше показать. Пожалуйста давайте к свету.